Понятие «наказанный народ» в сталинскую эпоху использовалось для обозначения этнических меньшинств, которые без суда и разбирательств подвергались репрессиям или переселениям по признаку происхождения. Потомки репрессированных немцев Кавказа проживают и в Железинском районе. Лидия Оттовна Комкова до замужества Шмидт хорошо знает историю своей семьи, хотя отец не любил вспоминать этот эпизод своей жизни. Его вместе со старшими детьми и родителями выслали в Казахстан в 1941 году из Тифлиса Цалхинского района Грузии. Дорога в Казахстан была сложной. Отец рассказывал детям трагическую историю, произошедшую в пути. Накануне, где-то месяца за три, у них родились два мальчика-двойня. И вот один из мальчиков умер в дороге. И его просто-напросто выбросили. Большую поддержку и помощь на чужбине оказывало местное население. Признательность казахам, протянувшим когда-то руку помощи переселенцам, у многих перерастала в большую и крепкую дружбу, которую проносили сквозь годы и десятилетия. Я считаю, что у нас в Казахстане очень хорошая атмосфера национального единства, потому что и отец всегда говорил, у него лучший друг был казах, он был председателем сельсовета. И что удивительно, у меня отец простой тракторист, но он очень хорошо знал грузинский, очень хорошо знал немецкий, он практически дома тоже даже с мамой говорил по-немецки. И научил своего друга немецкому, а друг его, Кусаинов, Сабит был такой, он его научил казахскому. Более подробно о семье переселенцев из Железинского района смотрите в передаче «Мой Казахстан», которая выйдет в эфир нашего телеканала 10 апреля в 19 часов 20 минут. Валентина Леонова, Евгений Олейник, Иртас Акпарат из Железинского района.